Приветствую, друзья! И сегодня снова рубрика горизонтальных видосов от Амита и Барни. В сегодняшнем видосе мы кратко поговорим про то, как лишний вес мешает полноценно воздерживаться. Почему, в принципе, человек с лишним весом не испытывает того профита от воздержания, как человек с наименьшим подкожным жиром и вообще жировой прослойки. И дело в том, что весь наработанный тестостерон на воздержании ароматизируется в эстрадиол. Кто не знает, эстрадиол это бабский гормон, который отвечает за любовь к слабым, ранимость, да, и в принципе он убирает у нас желание что-либо делать, да, что-либо менять. А тестостерон, наоборот, за мотивацию, за мужественность, за храбрость и так далее. И хорошо, когда это все находится в балансе, потому что чересчур высокий тестостерон приводит к агрессии сильной, да, а чересчур высокий эстрадиол к лени, к социофобик, к стрессу и так далее, да, потому что высокий эстрадиол, также высокий кортизол. То есть кортизол это гормон стресса, который идет вместе с эстрадиолом, да, они друзья между собой. А тестостерон, конечно же, их враг, можно так назвать, да. И чувак, который вот воздерживается уже месяц или два месяца, да, он себя очень сильно мучает. Знаете почему? Потому что тестостерон у него не повышается, а стресса все больше и больше, да. Чем больше стресса, тем больше потребность получить какой-либо кайф. Соответственно, пошлые мысли и навязчивые фантазии его все чаще посещают, и он все равно долго так протерпеть не может. А чувак, который, допустим, худой, более легкий, у него как происходят процессы? Он уже чувствует на первой неделе дополнительную энергию, дополнительную мотивацию, и, соответственно, времени для стресса и всяких фантазий у него не остается, да. То есть он переключен на спорт, либо ему спортом даже не нужно заниматься, потому что жира на нем нет, он по своей природе худой. Соответственно, ему просто легче, понимаете, потому что стресса нету. И если нету стресса, то нету потребности получить кайфа. Поэтому, чтобы получать полноценный профит от воздержания, да, необходимо сбросить с себя весь этот балласт. И сбросить его нужно не спортом, потому что от спорта профита не будет, если вы не будете соблюдать диету. А какую диету я бы порекомендовал вам? Это периодичное голодание, и в вашем рационе не должно быть вообще мучного и сладкого. Сладкое может быть только полугорький шоколад, потому что он полезен для мозга. Остальное я советую исключить и перейти на более, так сказать, правильное питание. Если захотите, я сниму про него тоже отдельный видос. Но вот поймите, что у вас нету той самой мотивации уже спустя несколько недель, но она должна быть. Естественным путем она должна быть уже на первой неделе, понимаете? Просто жир блокирует выработку тестостерона. И весь этот тестостерон, я повторюсь, ароматизируется, превращается в женский гормон. Вот, в принципе, так наш организм и работает против нас. Поэтому нужно научиться управлять им, поменять свой метаболизм, и все у вас будет супер. Спасибо всем за просмотр. Удачи!